Меня зовут Франческо Моран. Я специалист в произведении боксера, судья-морфолог и страстный поклонник этой породы. Я хочу представить вам сюжет, посвященный боксерам, собакам с чудесным характером и превосходной морфологии. Заведя себе боксера, вы приобретете верного друга, который будет охранять ваш дом и доставлять вам радость. Порода боксер официально признана в начале 20-го века. Боксер отличается атлетическим, заусложением и высокой подмирностью. Несмотря на его угрожающий вид, это очень добрый и поддельский игривый пес. Предком боксера является крупный бойцовый пес, известный как булленбайсер или кусающий быков, широко распространенный в Германии в середине прошлого века. В то время его использовали для охоты на крупных ручников. Кроме булленбайсера, еще одним предком боксера был англичский бульдон. К тому времени он уже расстался с карьерой бойцов-клопса и слонялся по Германии в поисках новой работы. В истории боксера существует документ, где говорится о вязке английской собаки с немецкой, результатом которой стал боксер Флоки, номер один в немецком реестре породы. Почему она получила такое название, сказать трудно. Что касается истории породы, то она заслуживает более обстоятельного разговора, на который у нас, к сожалению, нет времени. Официальное признание породы связано с именем австрийского кинолога Фредерика Роберта, который, переехав в 1894 году в Монако, заинтересовался и занялся селекцией того, что осталось от свирепых булленбайсеров. В год спустя в том же Монако на выставке Сан-Бернаров было представлено четыре боксера и в том числе флоки, которые, как уже говорилось, были результатом вязки булленбайсера. И никто иной, как Фредерик Роберт, приседил ему первую премию. Первая редакция «Стандарта» появилась в 1902 году, вторая — три года спустя. Родоначальниками этой породы считаются два кобеля — флоки и вутон Сан-Сальвадон и две суки — бланка и мета. А теперь посмотрите кадры, на которых прослежена эволюция породы. Родоначальниками этой породы считаются два кобеля. В 30-е годы одним из реактивнейших пропагандистов становится фондон. Выведенные особи являются влехами на пути развития породы, в том числе и знаменитый люстик фондон. В Италии разведением боксеров первым начал заниматься граф Дуглас Скотти, снабжавший свои экземпляры афиксом западной. Следуя за ним, в селекции занялся доктор Томмазо Бойди, большой знаток породы. В 1941 году Марио Конфоланери организует питомник «Вирман». А пять лет спустя появляется первый клуб любителей боксеров, сыгравший важную роль в распространении и изучении породы. Под стандартом подразумевается подробное описание технических характеристик той или иной породы. Боксер определяется как собака среднего роста, с гладкой шерстью, мощной конституцией и крепким костяком. Высота в колке составляет 57-53 см у кобелей и 53-59 см у суток. Движения боксера наполнены силой и элегантами. Голова боксера должна быть соразмерна телу. Его красота зависит от правильного соотношения между длиной мордой и черепа. Когда собака настораживается, на ее зубы появляются складки. Зубы должны быть здоровыми и крепкими. Нижние зубы, закрытые власти, не должны выдаваться на руки. Уши расположены высоко, имеют умеренную длину, обычно купируются. Хотя допускаются и особи с целыми ушами. Глаза темные, довольно большие и невыточные. Мочка носа широкая и черная, слегка загнутая вверх. Шая круглая, крепкая и мускулистая. Подгрудок полностью отсутствует. Грудь глубокая, с сильно изогнутыми руками. Ее глубина равна половине всей высоты собаки. Спина должна быть прямой, широкой, короткой и очень мускулистой. Передние конечности прямые и параллельны между собой. Задние конечности отличаются мускулистыми бедрами. Лапы передних и задних конечностей имеют короткие пальцы и жесткие ступни. Крестец широкий и несколько покатый. Хвост расположен относительно высоко. Шерсть короткая, блестящая, хорошо прилегающая. Масть рыжая или тигровая. Рыжая может иметь различные оттенки. От темно-красного до светло-рыжего. Тигровая расцветка представлена в виде темных или даже черных побережных полос по направлению ребер. Все боксеры других расцветок, а также те, у которых на белый цвет приходится более одной трети фона, не соответствуют стандарту. Эту породу по праву называют самой игривой среди сторожевых собак. Редактор субтитров А.Семкин Боксер обожает детей. У них с ним сразу устанавливаются дружеские отношения. На этих кадрах мы можем наблюдать те живость и любовь к игре, которые так свойственны этой породе. Боксер никогда не укусит ребенка, даже если тот будет ему надоедать, благодаря врожденному инстинкту защитника слабых. Если ребенок станет невыносим, собака просто спрячется, чтобы спокойно отдохнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Очень привязанный к хозяину дому, боксер подозрительно относится к чужим, но не проявляет агрессивности без серьезного на то повода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Боксер отличается исключительно под видом, благодаря своему узлу легко поддается трессировке, но очень отважен и надежный. Редактор субтитров А.Семкин Выбор производителей имеет фундаментальные значения. Для улучшения характеристик бороды, каждый собаковод должен заботиться о том, чтобы кляскам допускались только особи с высокими вено- и генотерическими качествами. Кроме того, необходим радиологический контроль партнеров, подтверждающий о том, что субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Кулакова Также важно проверить форму головы и ее соразмерность тела. Боксеры не нуждаются. Боксеры не нуждаются в особом уходе в молодом возрасте. Основные меры по уходу те же, что и для щенка другой порой. На первой неделе жизни у щенка купируется хвост, а между вторым и третьим месяцами – уши. Эта операция для щенка абсолютно безболезна. Впрочем, как уже было сказано, стандартам допускается сохранение изначальной длины ушей. Что касается кормления, то желательно давать собаке крупные изделия, рис, макароны, сырое мясо и несколько яиц в неделю. Щенок должен получать все необходимые витамины, достаточное количество кальция и фосфора. Боксер используется для спасательных работ. Как можно видеть по этим кадрам, нуждается в специальной дрессировке, проводимой квалифицированным специалистом, который с помощью различных упражнений обучает собаку преодолевать препятствия. На этих кадрах мы видим, как собака преодолевает различные препятствия, что способствует воспитанию ей умение сохранять равновесие и смелость качеств, необходимых для работы в трудных условиях. В последние годы специально обученные собаки спасли жизни сотни людей, попавших в катастрофу. Но еще находятся люди, дурно обращающиеся с животными. Будем надеяться, что эти кадры заставят их изменить свое отношение. Остается добавить, что собаки, используемые в области спасения, воспитываются квалифицированными инструкторами, а не случайными дрессировщиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Боксеров можно использовать и для личной защиты. Мы видим, как собака, заранее прошедшая курс дрессировки, способна преследовать и атаковать злоумышленника, пытающегося обокрасти автомобиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА